меня зовут не нель сычева я эксперт по масштабируем бизнеса и личности я 9 лет работаю именно в этой теме я изучаю самореализацию человека очень люблю это слово предназначение могу точно с уверенностью сказать что когда человек реализуется в этой жизни тогда он получает абсолютно все плюшки мира которые для нас здесь запланированы когда-то 9 лет назад когда я решилась менять и спит свою специализацию я погрузилась абсолютно разные изучения методы техники эзотерику не эзотерику где говорят о том что вот приди к нам и мы скажем что это такое как можно познать себя узнать себя и через это будет тебе счастье и что я могу сказать вот самореализация прежде всего для нас это то когда мы внутри себя раскрываем все таланты способности ресурсы которые даны нам от рождения часто в процессе жизни мы почему-то об этом забываем выстраиваем рамочки потому что мы рождаются в определенной семье нас учат правильно вести себя в школе нас учат правильным действием и простраивают для нас какие-то стратегии но по факту то что находится внутри нас это требует раскрытия это требует реализации это требует того самого сильного импульса который идет от нас когда мы хотим реализовать какое-то свое желание в жизни допустим привожу пример то что у меня есть из от моих клиентов один из ярких приметов который был когда ко мне пришла девушка с определиться с нишей а куда же и какой бизнес открыть и у нее была идея зайти на волк берез селером до продавать товары сейчас модно популярно там люди действительно зарабатывают но при этом когда мы сделали с ней разбор ее личности всех ее талантов экспертности оказалось что она очень креативный человек очень творческий человек а система волк берез это прежде всего действительно система это цифры там нет задачи в принципе не про моду не при креатив там ничего такого нет но если мы не говорим про создание своего бренда и мы это с ней конечно обсудили она все-таки пошла на фалдрис потому что у нее был партнер но через месяц работы она написала мне снова со словами мне так грустно и вообще не понимаю что я делаю да и там пред депрессивное состояние почему так происходит когда мы не чувствуем не понимаем себя наша душа так уже скажу до наше сердце она начинает очень сильно грустить на очень сильно грустить вплоть до каких-то там ну так скажу депрессионных до состояния но когда мы знаем понимаем себя понимаем свою супер силу понимаем сильные свои качества на что мы можем опираться идти в реализацию своих намерений вот тогда у нас все складывается на щелчок это не говорит о том что нам не надо работать если вам кто-то скажет что у вас есть например предназначение кому-то стать миллиардером а предназначение кому-то стать бухгалтером не верьте это не про это когда мы понимаем себя и знаем себя знаем свои сильные стороны мы в любом направлении найдем момент реализации я работаю в основном с предпринимателями и понятно что я вижу как человек может масштабировать свой бизнес опираясь на супер силу которая в нем есть а там где у него не хватает каких-то навыков просто взять другого человека который будет эти навыки закрывать не надо в себе прокачивать слабые стороны надо развивать то что у вас заложено увы процессе жизни мы набираемся очень много ограничений где что то надо делать что-то можно что-то нельзя увы если мы такого нахватались процессе жизни наша задача эти ограничения убрать очень яркий один еще из примеров скажу буквально произошел наверное с месяц назад когда девушка ко мне пришла и у нее есть продюсер который продвигает она эксперт и она говорит о том что вот продюсер сказал что надо продавать через автоворонки не надо проводить бесконечные эфиры какие-то там трехдневные марафоны и так дальше что это выгорание и так дальше и уйти полностью в автоворонки записать курсы и на этом собственно продавать и они пошли действительно это делать но при этом почему она обратилась ко мне во первых у нее упали доходы и во вторых у нее пропала некая такая яркость драйв жизни и когда спрашивают почему то есть вот мы же идем все по плану вот есть такая бизнес-модель через автоворонки привлекают к себе людей что происходит ответ очень простой происходит то что она начала передавать себя потому что ее суперсила была через голос она кайфовала когда она проводила прямые эфиры она кайфовала когда она проводила трехдневные марафоны там может быть больше и ей это нравилось больше ярче заявлять о себе и люди слушая ее приходили к ней чем через автоворонки где были заложены да те же вебинары которые она проводила живьем но уже в записи и поэтому естественно ее доход падает ну упал да там почти в два раза и то же самое для любого человека важно понимать на что я могу опираться не ломая себя а развивая сильные свои стороны опираясь на это и тогда все будет легко деньги любят предназначение предназначение это ваши таланты ресурсы способности которые у нас заложены природой вот опираясь на них развивая себя работой в любой сфере не обязательно иметь свой бизнес но опираясь на это деньги будут выбирать вас это не про безделье это про работу но про работу в кайф в удовольствие с максимальным привлечением ресурсов которые у вас уже заложены а